Это в моем доме пришел этот немец, он сейчас магистр богословия Геннадий Фас. И у всех святых отцов до одного с откровением вместе. И мы сами Густаво Адаре раскрасили несколько лет, что впервые. 240 иллюстраций в полный лист ветхов и нового завета. Эти какие. Но они не дошли в подарочные. Сегодня преступиться нельзя. Всего 2000 экземпляров от этого изданное. Стоимость завалила за миллион. Чтобы издать. Это как бы ключ ко всем книгам. Два священника. Вот Николай Балашов, этого патриарха Кирилла по внешним делам. Это первая моя книга была. Часть стихов положено. У меня стихов 3467. Положено на музыку. То есть песнопение. Вот это вот противосектантский. Это особый труд такой. Очень большой. Как беседовать с сектантами. Без всякого оскорбления. Ничего там нет. Но конкретно. Почему мы почитаем преблагословенную Деву Марию. Матерь Божию. Вот православный сектант. Православный сектант. По всем вопросам. Самым сложным. Это вот я уже отдельно выделю. Есть одна книга. Если у вас есть кто-то журналистик. Они ее вводят сразу. Это 300 поэтов России. За 300 лет что сказали. Я много лет вел занятия в разных университетах. Трежда для программы. Во всех отделах милиции. Воинских частях. То есть у меня ареал огромный просто. Ну и вопрос. Вот так мы хотели. В Америке я выступал. Голос Америки. И вот эти 300 поэтов. Что они сказали. Эта книга как раз говорит. Допустим. Какое вы счастье поэты приняли в подготовке к революции. Да сегодня я в литературном институте задаю. Ни один не может отметить. Кто? Ярешковский говорит Тота. Лауреат Новосибирской премии Бунин Тота. Максимилиан Тота Волошин. Вот эта вот симфония. На неканонические книги. Посмею сказать, что это лучшая в мире сегодня. Все глаголы сведены в один. Подержи все в один. Легко по одному слову легко найти. На одиннадцатникам сектанты их не признают, эти книги. А на Павердигоровске таким же шрифтом, размером все сделано. Каждое слово. Голова все это вывернула. Ушло, конечно, масса времени. А вот это, два тома. Это ответы, которые я давал на основании житий святых. Двенадцати томов. Вот что интересно. Вопрос задан мирской как будто бы. И что отвечали, это 1173 жития. Двенадцати томов. По житиям святых. Подтверждение Слова Божьего. Вот. Это отдельная книга, если у вас есть мусульманы. Полностью разобран. Коран, пасуров и аятов. И за 1300 лет, что было сказано, о них все заложено здесь. Как их привести ко Христу? И тоже 1100 проповедей, которые правили были. Вот когда сегодня показываешь книги эти, конечно, вопрос сразу возникает. Как можно сегодня издать? Ну, любой гриботекарь этот задает. А. Без... Какой-то западный здесь. Ну, издать, так скажем, ладно. Вот, я посмотрю, как я сделал. Внизу вот три. Строчки. Это хорошо. У него погибли жена и ребенок. И он построил храм, город Тула. Вот. А там отец Иоанн, наш знакомый. И он ему книжку одну дал. Он сразу спросил, а кто их спонсирует? Такие книги. Все сшиты, склеены нету. Все на все этой бумаге. И в каждой 64 страницы цветные фотографии. Мы всегда строим православную деревню, где нельзя ни пить, ни хурить, ни материться, ни воровать. У нас закрещения все идут. Да, ты даже не подумаешь, что это секретарь городского отдела милиции. К нам приехал. Это старостная деревня. Она сразу по форме оделась в церковь. Видите? Это тоже наша община была. Ну, это, конечно, хорошо лишь бы это потом. У нас до трех лет готовят к окрещению озеро. Не перегибал их палку. Да. В этой общине так. Нет, у нас, когда проверяет человек сам себе, вот, думаю, там, бывает, из кришнаитов пришли. Почему епископ Монг говорит, не скоро допускать до крещения приходящих от блудной жизни. И они, о которой рано, там, несколько месяцев, которые уже ходили в храм, знают. Надо оглашать. Вот так. Сейчас привозим к Казани, Патриарх. Знаете, Патриарх Кирилл, когда вернулся с Востока, и во многих газетах печатали, он ответил так. Состояние церкви, тире, духовное разваливание. Это он видел не худшее, я говорю. А где мы проезжаем, нет духовных разных, это пепелища с Венциной. Это там пьяни. Везде эти чернобровые наши ребята с юга работают там. А наши где? Штукатурят и проще. Узбеки, таджики, все. Страна вся буквально уже на картах мира поделена подразумными цветами. Нам поставлен вопрос сегодня не просто на выживание, как Дмитрий Смирнов говорит. Вы знаете, по силам структуры. У нас вопрос стоит о дыхании уже сегодня. Все ушло. Ну неужели отец Дмитрий так безнадежно? Он говорит, решите. 1,8 ребенка в семье. Вот, а Риман сказал, 8,1. И чтобы поправить положение, в каждой семье должно быть не меньше детей. Выполним это? Вы же не выполним. А что вы спрашиваете меня? Не, я же, говорит, рожаю детей. У нас пустующее пространство, 17 тысяч деревень полностью исчезли. Депутат Госдумы Данила Анина выступает. Она говорит, это не село, а вышло. Это означает потерять территорию государства. Вот так. Так, мы поехали. Прошу ваших святых молитв. Мы два раза были в большой опасности, и два не поехали. Ну тогда давайте записку напишем. Мы у нас всего с графика сбились, мы буквально выходим. На Томск надо выйти. Нас ожидают. Меня зовут Игнатий, его Андрей и Сергей. Нам быстрее мы утром встали, полное правило совершили. У нас всегда... Вы эту дорогу знаете? По асфальту, нет? Нет, мы сейчас на Альжа Рассужен. На Альжа Рассужен в ту сторону. Не надо на Альжа Рассужен, там дороги нету. Так, нет, нам нужно просто заехать, а потом вернуться куда-то. На Томск поехать. Нам еще проехать туда надо. А на Томск оттуда дорога самая принимает? Отсюда. На Ишим. Мы проезжали, Ишим, указатель Ишим был направлен. Вот, смотрите, сейчас если вы из Яя выезжаете, вот по этой же дороге, прямо туда на мост, через мост, налево на Ишим, и будет с вороток Ишим Ейборика. До Ейборика доезжаете, там конец асфальтированной дороги, пошла щебенка 30 километров. Вот, если вы по ней проедете 30 километров, там до Томска 82 километров всего. Ну, нам заехать в Анжиросуженск, его в тайгу надо, туда тоже. Вот, да, это вам далеко надо будет. Нам в Анжиросуженск обязательно, потому что там служил мой товарищ. Тогда, если в тайгу, ну, я не знаю, как вы там по этой дороге проедете, через тайгу, на югу есть паром, через реку. Юрге мы были уже. А, были, да. Мы были в батюшке. Там до Томска ближе тогда через югу получили. Вам обратно сюда возвращаться, потому что, если вы поедете через Анжиросуженск по той дороге, она там начинается вот такая, ямы, ямы, ямы. А если мы только на туда дойдем, и, кстати, вернемся сюда и пойдем на Томск. Так вам легче даже. Легче. Пускай это будет примерно на 60 километров дальше, но вы можете проедать просто по асфальту. Даже не по нашей щебенке, по нашей щебенке на 30 километров, на 36 километров, короче. На 36 километров. Но если вы поедете по асфальту на Ижморку, с Ижморки, в Ижморку не заезжая, в Ижморский поселок, вы там были? Я бы сейчас. Вот, мимо Ижморки поедете, там сворот на Мариинске есть, а вы прямо, Калыон туда, у вас будет уступить дорогу, знак, потому что это главное на Томске. Это нам вернуться, когда мы дойдем на тайге, вернуться и отсюда до нам. Да. И вы прошли мимо Калыона, Ижим полностью асфальт у нас. То есть мы через Ижим. А там паром как часто идет, Сергей? Постоянно туда-сюда ходим. Постоянно, да? А вот смотрите, я спрошу, из Томска, если на Барнову, нам где-то на паром надо попадать? Или мы прямо пойдем? Нет, не надо. А вы из Томска пойдете на Новосибирск? Это дорога известная, нет? Нам лучше через Кемерово пойти. Там мы уже один проходили два раза. Нет. Сказали здесь короче. Нет, 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 нет. Тут новая дорога проложена на Кемерово. Очень хорошая, мы сейчас оттуда ехали. Отдруждаю ручку. Это север России, видишь, скажем, оттуда оттуда. Продискутчик. Продолжение следует.